Буровая компания «ОАЗИС». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «ОАЗИС». Первоуральск, улица Серова, 3А. ОО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ОО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Сюда же друг, да? Нет, здесь всё, лавочка. Здесь клипка, здесь клипка. А, она поднимется? Да, клипка подойдёт под низ. Ни одна деталь не ускользает от внимания экспертной комиссии. Глава Первоуральска вместе со специалистами администрации инспектируют, как идёт реконструкция аллеи на проспекте Ильича. Подрядчик докладывает, работы предстоит ещё много, а оно и сделано немало. На данную секунду сейчас сделана велодорожка на 80%. Вот. 20% не можем сделать, потому что ремонт теплосеки идёт. Ведутся работы параллельно по монтажу плитки. Готовится основание. С сегодняшнего дня пойдёт монтаж плитки. Рабочим необходимо закончить установку детского игрового комплекса, смонтировать цветники, поставить навес с качелями. Также здесь появятся два павильона – торговый киоск и остановочный комплекс. Что называется палки в колёса, строителям время от времени вставляет погода. Из-за дождей работу приходится останавливать. Но, несмотря на это, опасений по поводу срыва сроков у чиновников не возникло. В проекте предусмотрены места для высадки деревьев. Липы, сосны, берёзы появятся здесь ближе к осени. По плану благоустройства пешеходной зоны проспекта Ильича должно завершиться уже к концу августа этого года. Завтра приедут асфальтоупладчик, положим асфальт. На следующей неделе мы положим, после этого всё обтянем забором, всё финиш. Закончить строительство нового спортивного объекта рядом с инновационным культурным центром специалисты рассчитывают гораздо раньше – к 15 июля. Площадка для него уже расчищена. Сейчас рабочие займутся установкой опор освещения. Их доставили сегодня. Горожане смогут заниматься здесь стритболом, минифутболом, баскетболом, волейболом и даже большим теннисом под открытым небом.